Вот и все. Спектакли отыграны, зрители наполнены эмоциями, актеры обессилены, но готовы напоследок услышать теплые слова и получить награды. В областном центре состоялось торжественное закрытие 6-го Всероссийского фестиваля сельских театров «Театральные встречи в провинции». Арифметика получилась такая. За пять фестивальных дней творческие коллективы из 11 регионов страны показали 15 спектаклей. Постановки можно было увидеть на сценах Иванова и Вичуги. Это не просто города, это села, это деревни, это самодеятельные театры, то есть театры, которые работают исключительно на собственном энтузиазме и на собственном интересе. Понятно, что финансируются вот такого рода театры крайне-крайне слабо, и поэтому, как правило, они, конечно, едут за свой счет, то есть тратят собственные ресурсы, время, деньги. Многие из них работают на работах вообще непрофильных. Кто-то ветеринар, кто-то доярка, кто-то швея, кто-то... Ну, то есть у них профессии такие, которые не связаны с театральной деятельностью. Очень много дипломов в самых разных номинациях. Жюри отметила все работы. Сразу несколько наград получила потешная сказка «Емеля» театра-студии «Чудотворцы» из Кировской области. По названию несложно догадаться, что в основе русское народное произведение по щучьему велению. Все роли исполняют школьники. Ребята сразу ощущают не только сказочную атмосферу в этом деле, но и несут за собой огромную ответственность веселить и радовать детей. В конце сказки они так и говорят. Умей добром с другим делиться, тогда к тебе добро и возвратиться. Команду жюри возглавляет Сергей Терехов, режиссер Большого театра, а потому к самодеятельности был абсолютно профессиональный подход. Гран-при фестиваля получила работа «Пишите письма» Сороктажского народного театра. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.